Микс Ньюс. Преобразование позитивное, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня на прямой связи с нами из Москвы музыкальный критик Артур Гаспарян. Здравствуйте. Здравствуйте. Музыкальный журналист. Музыкальный журналист. Я не люблю слово «критик». Почему, кстати? Потому что ведь многие как раз хотят, чтобы их называли музыкальными критиками или театральными критиками. То есть для вас почему это так принципиально? Вы знаете, я считаю, что критик – это тот человек, который имеет специальное музыкальное, наверное, или театральное образование. Я как бы такой самопровозглашенный, если говорить о слове «критик», наверное, критики. Я все-таки больше журналист. У меня образование вообще-то историческое, не музыкальное. Для меня нотная грамота – это целая, до сих пор темные такие дебри. Поэтому, ну, все-таки музыкальный журналист – человек, который описывает музыку больше, наверное, через ощущения, чем с точки зрения какой-то технологической профессиональной критики и вот этих всех дефиниций, которые коррелируются именно со словом «критика». Я здесь провожу некоторую разницу. Поэтому, когда я начинал свою журналистскую деятельность и свою журналистскую карьеру как музыкальный обозреватель, это был вот такой голос, наверное, любящего музыку человека, такого музыкального фаната молодого, там, в 80-е годы. И свое представление, пытался донести свое представление о музыке, и доношу сейчас свое представление от музыки. Поэтому вот все-таки я здесь провожу некоторые параллели между этими понятиями. Ну, для музыканта, который работает в жанре поп-музыки, рок-музыки, вот на ваш взгляд, насколько большое значение имеет музыкальное образование? Или это, в общем-то, второстепенно часто бывает? Потому что мы знаем примеры, когда музыканты без музыкального образования добивались большого успеха и становились даже великими. Музыкальное образование музыкантам, конечно, никогда не помешает, потому что, в отличие от журналистики, это непосредственно уже все-таки профессиональная деятельность. И, наверное, если человек становится музыкантом, то музыкальное образование является музыкантом в поп-музыке, так скажем. Да, в классике ты при всем желании, при всей страсти к этой музыке, к академической, никогда не станешь музыкантом без образования. Это безусловно. В поп-музыке возможны варианты. Да, мы знаем там действительно много примеров. Но вот первое, что сейчас мне пришло на ум, это Джо Досен, например, человек абсолютно без музыкального образования. Есть и другие варианты. Но никому это, по крайней мере, пока не мешало. Да, можно набить руку. Современные технологии позволяют, особенно вот этой огромной ватаге появившихся сейчас хип-хоперов и рэперов, в общем, пользоваться исключительно сэмплами. Ну а для того, чтобы начитывать какие-то тексты, может быть, даже и слуха особого не нужны. И там есть огромное количество примеров такого, скорее, факультативного занятия любимым делом. Но в любом случае все те, кто имеют музыкальное образование, у них есть просто возможность свое собственное творчество, не то что доводить до совершенства, но, по крайней мере, зная толк в колбасных обрезках, украшать вещами, которые, может быть, недоступны людям, и о которых даже не подозревают, возможно, люди, у которых этого музыкального образования нет. Ну вот вопрос, который к нам пришел по WhatsApp. Наша слушательница у вас спрашивает, имеет ли в современном шоу-бизнесе значение вокальные данные артиста, или удачная песня может дать артисту славу и признание, несмотря на отсутствие голоса? Вот насколько это важный элемент? Ну сразу возникает в качестве большого примера перед глазами Ольга Бузова, как ответ на вопрос вашей слушательницы. И даже не Ольга Бузова, если уходить куда-то чуть в сторону и к таким более значимым, может быть, примерам мирового шоу-бизнеса, возникает на горизонте, маячит фигура Великой Мадонны, Луизы Чиконы, которая, наверное, на протяжении многих-многих лет каждый год получала от Ассоциации музыкальных журналистов Америки отдельную номинацию, отдельный приз, как самая неумеющая петь певица. Поэтому в шоу-бизнесе возможно все. Но, безусловно, гораздо приятнее слушать артистов, которые умеют подать свой голос, умеют не то, что правильно петь, а красиво петь, у которых голос — это часть музыкальных инструментов, вот этой палитры музыкальных инструментов и музыкальных красок, которые они используют в своем творчестве, чем просто некий модный трек, который украшен украшен какими-то электронными, аранжировочными и прочими штучками. Сейчас на компьютерах можно сделать массу всего и даже невыразительный голос превратить в выразительный. Но, опять же, наличие голоса — это всегда лучше, чем его отсутствие. Хотя на популярности, опять же, это напрямую никогда, никак не связывается. Есть примеры, есть, видимо, исключения, как та же Оля Бузова, которая, конечно, не умеет петь, но она, тем не менее, вот сумела создать некий музыкальный продукт, который сделал ее одним из ведущих игроков не только в области светской хроники, но и как музыкальной единицы. С другой стороны, вот сейчас там, я не знаю, появилась совершенно потрясающая казахстанская группа The Queen и просто публика млеет вот от этого фантастического, великолепного вокала солистки. И это другой полюс, который еще раз доказывает о том, что хороший голос это всегда лучше, чем его отсутствие. А что, можно ли объяснить феномен суперзвезд? Потому что вот вы упомянули Мадонну и то, что ее награждали как певицу, которая не умеет петь, но, тем не менее, это феномен, это явление, это такая знаковая фигура вообще в культуре, наверное, уже можно и так сказать. Вот можно ли вычислить этот феномен популярности, кто станет суперзвездой, а кто нет? И от чего это зависит? Есть ли какие-то критерии, в конце концов? Это вечный вопрос, на который нет ответа. Над вот этой методикой, методологией, да, того, как стать звездой, вот этот вечный вопрос. Пугачева и Алла Борисовна, расскажите, как стать звездой. И, кстати, недавно вот в музыкалите, в известном шоу, которое ведет Максим Галкин, наконец появилась его любимая супруга вместе с Бастой. И вот она там выводила как раз законы, периодически, значит, каждая реакция на новый молодежный трек, который включал Максим, она, значит, перерастала в рассуждения Аллы о законах шоу-бизнеса, о законах сцены, точнее даже, незаконах шоу-бизнеса. И Максим даже по этому поводу пошутил, вызов отрыв. В глазах респуг страшнейший, в глазах и самой Аллы, и Басты, когда он сказал, Алла, ты тут законы сейчас производишь больше, чем Путин. Эта шутка, правда, повисла в воздухе. У нас сейчас, видите, проблема в стране с политической сатирой и юмором. Но, тем не менее, законы, она там перечисляла разные законы. Мне кажется, чтобы вот как бы резюмировать, подвести некий знаменатель, чтобы долго не рассуждать на эту тему, очень просто. Это резонирование с публикой. То есть, ну, все-таки массовая культура, опять же, это не академический жанр, здесь все попроще. Это, в общем-то, домашним музицированием у нас любит заниматься огромное количество людей, посмотрите на популярность караоке. Хотя там, в общем, люди собираются не умеющие не петь, не чирчать часто без слуха, что называется, слон на ухо наступил и так далее. Но вот это вот то, к чему стремится душа огромного количества людей. Я этого, как музыкальный журналист, честно говоря, никогда не понимал. У меня, например, не было никогда стремления к музыцированию. Но я, видимо, такое редкое исключение из общего правила. И здесь главное в массовой музыке, если мы говорим о массовом жанре, да, который претендует на то, чтобы его слушали миллионы, это резонирование с публикой. Вот то, что делает и Мадонна, и Алла Пугачева, и, значит, пройдемся по вершинам, да, и Ольга Бузова, это выйти и спеть что-то таким набором звуков, с такими интонациями, с посылом каким-то эмоциональным, текстовым, содержательным, что вызовет резонирование огромной части публики, у которой тоже нет музыкального образования в массе своей, но, тем не менее, у людей вот это цепляет за душу, за сердце, что-то, значит, остается в голове, что-то остается в глазах, вот, тут целый комплекс важных всего, и подача, и внешний вид, и тембр, и аранжировки, и все вот это вот вкупе должно вызвать у людей отклик, вот как, когда появляется человек, который этот отклик вызывает, вот, значит, у него все в порядке, он пошел дальше по звездной дорожке своего успеха. Но здесь ведь тоже, видите, есть разница, потому что, если мы говорим об Але Пугачевой, это резонирование продолжается на протяжении десятилетий, а есть масса примеров, когда резонанс есть, миллионы слушают, но через год, через два, в общем-то, история заканчивается, причем заканчивается часто стремительно, иногда даже трагически для самого артиста. Вот не так сложно, говорят, зайти на вершину сложнее там удержаться. И вот за счет чего там как раз вот та же Алла Пугачева включается уже сфера ответственности так называемой музыкальной критики, музыкальных журналистов, которые вот это все раскладывают по полочкам, это первое, второе, но это вот уже вопрос о, собственно говоря, величии таланта. И о качестве вот этого резонирования, вы совершенно правы, бывает разное. Значит, есть вещи вечные, остающиеся вообще навсегда в музыкальной истории, а есть вещи, которые вот быстро забываются, быстро выстреливают, так называемые горячие пирожки сезона, хиты, хиты сезона. И, кстати, если мы в историю академической музыки обратим свой взор, помимо того великолепного классического наследия, которое нам оставлено огромным количеством людей, классических композиторов, которые вошли в историю, ведь очень многое так и не осталось в истории на самом деле. И если сейчас поднять клавиры там 19-го, 18-го века, вы обнаружите огромное количество произведений, которые в те годы, в общем, как-то звучали в музыкальных салонах, там, исполнялись на концертах, но так и не остались в истории. Здесь, опять же, очень трудно, очень трудно, наверное, предсказать, когда появляется то или иное музыкальное произведение, какая у него будет история. Это что-то такое метафизическое, которое очень трудно просчитать. Но, опять же, если мы вернемся к классике, то там страшнейший провал оперы Безе Кармен, и совершенно уничижительная критика о том, что вот это просто-напросто не музыкальное произведение, а сплошное недоразумение, вот в тот момент вряд ли кто-то мог предположить, что это произведение останется вечно в истории музыки, как одно из его классических произведений. То же самое в эстраде. Когда появилась та же Алла Пугачева и даже блистательно там выступила на конкурсе «Золотой Орфей» в 1975 году и победила с песней Орликина, но вряд ли кто-то тогда, радуясь даже этой победе, очевидно, признавая то, что произошло нечто из ряда вон выходящее и экстраординарное, а по меркам тогдашней советской эстрады это действительно было что-то экстраординарное, тем не менее, осознание того, что наступила некая эпоха певицы по имени Аллы Пугачева, но оно пришло уже ко многим людям лет, наверное, через пять, через шесть после первого успеха Аллы Пугачевой. Невозможно, я не могу ответить на этот вопрос, вот совершенно. Когда, я помню, был спор такой между Димой Биланом и Филиппом Киркором в 2007 году на Евровидении в Хельсинке, значит, Дима что-то взбрыкнул, сказал то, что не понравилось Филиппу Киркору, сказал, ну вот кто такой Билан, что такое, я вот тут уже столько лет на эстраде, значит, какой-то выставка, вот пусть он сперва там докажет свое право себя так вести, а потом мы поговорим, как говорится. Ну вот прошло двадцать лет, а и двадцать лет нам показали, что тогда никто не мог предположить, что Дима Билан станет большим певцом. Дима Билан стал большим певцом. Многие певцы, которые вместе с ним начинались и начинали там в начале нулевых годов, они такими не стали, хотя, может быть, на том данном отрезке времени все виделось совершенно иначе. Вот интересно, что вы упомянули Диму Билана, я помню свой разговор в 2001 году с Юрием Эзеншписом, и он тогда приводил Диму Билана на новую волну, никому тогда неизвестную, он говорил, смотрите и присмотритесь к этому парню, он станет большой звездой. Эзеншпис тогда складывалось впечатление, уже чувствовал и видел этот потенциал, потому что просто очень хорошо помню этот разговор, мы тоже ничего не знали с коллегой о Диме Билане в тот момент, впервые его увидели. Вот Эзеншпис, на ваш взгляд, все-таки, вот эта фигура, покойный уже Юрий Эзеншпис, насколько он был значимой фигурой в российском шоу-бизнесе. Ну, Юрий Эзеншпис был безусловно значимой фигурой в шоу-бизнесе. Его назвали акулой шоу-бизнеса. Человек достаточно неоднозначный, человек, который, во-первых, ну, помимо того, что он был достаточно жестким именно бизнесменом, который просто делал карьеру в шоу-бизнесе. И человеком достаточно не сентиментальным, и это отдельная большая история, но то, что у него было очень важное качество, которое всегда, ну, скажем так, не всегда, не все проекты у Юры удавались при всем при этом, но у него было очень большое важное качество, он искренне, абсолютно влюблялся и верил в те проекты, которыми занимался. Иногда эта любовь была, что называется, мимо, иногда у него были выстрелы по воробьям, вот, но на тот момент, когда он занимался своими проектами, там, начиная от группы «Янганс», заканчивая Владом Сташевским, на каком-то коротком отрезке времени это приносило очень большой результат, во многом благодаря вот уверенности и веры Юры в то, что его исполнитель это самое лучшее. И этой уверенностью он заражал не только самого исполнителя, но он мог сделать так, что в это верили огромное количество на тот момент поклонников, которые рекрутировались в ряды того или иного исполнителя. В 90-е годы многие, в том числе не имеющие отношения к музыке, узнали о продюсерах, о том, что это фактически фигура, которая определяет все, вот насколько сегодня это важно, потому что мы знаем историю Макса Фадеева и Наргиз, в частности, после разрыва, а Наргиз практически не слышно. Вот сегодня продюсер в России на постсоветском пространстве, это действительно человек, который фактически может сделать и может уничтожить артиста, или это такое преувеличение? В определенной степени это и преувеличение, но в каждом конкретном случае, конечно, могут возникать, что называется, некоторые эксцессы. Потом надо понимать, что такое продюсер. Вот мы говорили о Юрии Айзеншписе, он все-таки был больше не продюсером, он был музыкальным менеджером. Да, у нас несколько смещена понятийная база. Продюсер – это все-таки человек, который больше занимается не продвижением, а больше занимается творческой составляющей, креативом, что называется, и лепит образ какого-то артиста. И в этом смысле трансформация термина и значения слова продюсер в шоу-бизнесе, в российском, по крайней мере, в последние годы стало приобретать более естественное свое значение и функцию. Но, что касается личных взаимоотношений, ну да, если человек влиятельный, если есть у него инструменты воздействия, есть возможность выключать вот эти тумблеры и кнопочки допуска или недопуска к каким-то концертным площадкам, большим телевизионным эфирам, то, конечно, если не сложились отношения, он может в какой-то степени осложнить жизнь артиста. С другой стороны, мы, к счастью, живем сейчас в такое время, когда возможности вот этих вот канальных, возможности общения артистов со своей публикой значительно больше, чем это было в доинтернетовскую эпоху, так скажем, да, когда действительно от телевидения зависело все или от радио зависело все, и этого телевидения и радио было не так много. Сейчас в любом случае есть коммуникация через YouTube, через интернет, через, в конце концов, самостоятельные независимые инди-лейблы, есть iTunes и все такое прочее. Мы имеем массу примеров, когда люди абсолютно вне вот этих мейнстримовых институций делали себе совершенно блестящую карьеру. Первое, вот что сейчас, например, приходит на ум, это там, ну, та же группа Little Big, например, да, поэтому или или, как другой пример, Лена Темникова, которая, как не, значит, бодался с ней, Макс Фадеев, тем не менее, стала одной из модных штучек сезона и прекрасно делает сольную карьеру, несмотря на все желание Макса Фадеева девушке, значит, перекрыть все, что только возможно. Ну и, собственно говоря, пример той же самой Наргиз, которая, может быть, там прошла через какие-то сложности и трудности, но, тем не менее, их прекрасно преодолела и, в общем-то, существует в самостоятельном полете вполне себе нормально и, в общем, забвению ее никто не сумел предать. Поэтому здесь это все очень личностно, очень индивидуально, все зависит от каких-то внутренних стержней, которые есть у людей или их нету, способности противостоять неким трудностям, сложностям. Это обычная жизнь. Эти все случаи в разных своих инкарнациях происходили и 10 лет, и 20, и 30, и 100 лет назад. И тут в каждом конкретном случае, наверное, тут нету какого-то общего знаменателя, на мой взгляд. То есть, сегодня не обязательно попасть на первый канал, на второй канал, как раньше в рождественской встрече к Алле Пугачевой, для того, чтобы стать такой полноценной масштабной звездой, можно обойти без телевидения. Или все-таки телевидение остается таким мощным рычагом? Нет, сейчас телевидение уже не остается мощным рычагом, тем рычагом, который оно было в те же 90-е годы, когда это было практически телевидение и звукоиндустрия, кассеты, киоски звукозаписи. Сейчас, безусловно, технология привела, то есть, добавила гораздо большее количество средств коммуникации и возможности донести свой продукт, свою музыку, свое творчество до публики. И если мы посмотрим на всех молодых звезд, я не знаю, начиная от того же Моргенштерна, например, и заканчивая Клавой Кокой, пардон, или той же Олей Бузовой, они, конечно, сделали всю свою карьеру исключительно благодаря Ютубу, Инстаграму, современным средствам коммуникации, а телевидение уже какое-то телевидение, музыкальные каналы, которые давно стали достаточно нишевыми, а на таких больших крупных телевизионных каналах общественно-политических музыка уже давно перестала иметь какое-то серьезное представительство, скорее, там сейчас популярны всевозможные телевизионные проекты, там и Тейлент-шоу, где происходит несколько другая вообще совершенно жизнь, поэтому для раскрутки сейчас телевидение не играет никакую роль большую, значительную, возможно, что некоторое большое значение для раскрутки артистов, помимо интернета, играют сейчас музыкальные радиостанции, вот это тоже является важным достаточно инструментом коммуникации артистов со своей публикой и раскруткой, безусловно. музыкальный журналист Артур Гаспарян у нас на прямой связи, сейчас делаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут прервемся, потом вернемся и продолжим, оставайтесь с нами. Мы продолжаем, это программа «Абонент доступен», в студии работает Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев, и у нас на прямой связи музыкальный журналист Артур Гаспарян, еще раз здравствуйте. Добрый день. Много вопросов по WhatsApp приходит и вот одна из наших слушательниц просит задать вопрос, иначе она будет жаловаться, и поэтому я выполняю ее требования. Сформировалась ли в России поп-музыка? Кажется, что в России отношение к поп-музыке это всегда в некотором смысле что-то пренебрежительное и уничижительное. Слово попса в западных странах, как мне кажется, этого нет. В чем этот феномен русской попсы и отношение к ней? Вот такой вопрос. Это очень большой философский вопрос, но отношение к попсе и вот сам термин попса, которого действительно нету в западной музыкальной терминологии, это такое пренебрежительное отношение, опять же, корнями это все уходит вот в то, о чем мы с вами говорили в самом начале, о том, о наличии образования артистов, о легких путях славе, которые особенно выпукло все это проявилось в 90-е годы, когда рухнула система, рухнули многочисленные ограничения, рухнула цензура и, в общем, была абсолютнейшая вольница на музыкальных просторах и, конечно, появилось огромное количество от того, что мы называли такими не очень качественными однодневками, достаточно спекулятивными музыкальными проектами, которые девальвировали, конечно, уровень, музыкальный уровень массовой музыки, то, чего никогда не было, например, на западной поп-сцене, несмотря на всю массовость жанра, именно благодаря тому, что там никогда не смешивались понятия менеджмента, продюсерства, где каждый выполнял свои доли обязанностей, где было понятно, что с некачественным продуктом выходить на рынок невозможно по той простой причине, что из-за огромной конкуренции этот продукт просто не только будет высмеян той же критикой или журналистами, но он не будет продаваться, у нас, к сожалению, из-за того, что очень долгое время публика сидела, в том числе и в музыкальном смысле, на достаточно таком голодном, так скажем, пайке и слушала только официальную дозволенную эстраду, так скажем, а все остальное было практически недоступно, а тут, когда стало доступно, вот этот эффект наестся, все хотели всего наестся, достаточно, как вспоминал Барри Алибасов, было вывесить на столбе афишу, где было бы написано рок-группа, просто рок-группа, то есть даже без названия, и это гарантированный стадион людей собирался, вот это все привело к тому, что качество музыки очень сильно упало, качество исполнителей очень сильно упало, значит, вылезло огромное количество, так называют, вы помните, был такой термин, поющие трусы, потом это очень мило протроллили, значит, протроллила группа, которая так себя и назвала поющие трусы украинская, которая как бы троллила вообще всю эту ситуацию, весь этот стилистический тренд, который существовал на эстраде, сейчас, мне кажется, ситуация, конечно, качественно сильно меняется, если мы посмотрим на молодых исполнителей в массе своей, которые выходят, на авансцену, то мы уже видим, что значительно более трепетное отношение к качеству музыкального продукта, но это просто говорит о том, что вот эта детская болезнь, наверное, лилиевизны в поп-музыке, она была пройдена, пройдена, это был естественный, наверное, этап, именно на том естественном этапе заполнения пустот возникло, в том числе, вот этот термин попса, и в последнее время этот термин, он употребляется, конечно, все меньше и меньше. Если говорить о попсе и лидерах, потому что среди того огромного количества музыкальных групп, которые стали появляться в конце 80-х, в начале 90-х, ведь были и свои флагманы, например, феномен Ласкова Мая, который, ну, с музыкальной точки зрения по-разному оценивается, сейчас мягко выражаюсь, но тем не менее, стало целым символом вот этого перестроечного и постперестроечного периода. Вот это заслуга Разина, который тогда придумал некоторые схемы, как кассеты через поезда, как мы знаем, там, управлять таким образом пиар-акции, или что это было с Ласкова Мая? Ну, знаете, во-первых, это все-таки легенда про этой кассеты через поезда, через которые, значит, вот кассеты он раздал, и, значит, все стали слушать Ласкова Май. Андрюша Разин у нас великий сказочник, мы это прекрасно знаем, поэтому все, что рассказывает Андрей Разин, надо либо просто не принимать во внимание, либо делить на огромное количество цифр с нулями, тем не менее, это был вот как раз классический пример проявления того, о чем мы только что с вами говорили, о том, когда надо было заполнить пустоты, когда просто изголодавшаяся или голодная на все новое в музыке публика, не имея, в общем-то, достаточно развитого и сформировавшегося, и сформированного, потому что нечем было сформировать этот музыкальный вкус, значит, масса людей, хотевшая чего-то нового, получила вот такой массовый продукт, который резонировал на тот момент с восприятием зрителей. Там сошлось целое куча и целое количество факторов. Сиротская песня, неустроенность в жизни огромного количества людей, которые видели в этих несчастных детях, вышедших из детдомов частичку себя, слезливая музыка, бесхитростная, вроде бы, на первый взгляд. Хотя, если мы сейчас посмотрим, опять же, возвращаясь к вопросу о том, что приходит на века, или что приходит на очень долгое время, но тогда все мы, в том числе музыкальные журналисты, конечно, стебались и обстебывали, обсмеивали, извините за слово, обстебывали, обсмеивали этот ласковый май, и, конечно, ни один уважающий себя музыкальный журналист ничего хорошего не мог бы про это написать, а сейчас песня, по крайней мере, «Белые розы», она не только символ группы «Ласковый май», но это песня, легенда, песня, ставшая историей, определившая, и вошедшая уже в аналы музыкальной истории. Так или иначе, куда бы вы ни, как бы вы, с какой бы точки зрения вы на это не смотрели, и даже сама великая королева русского рока Жанна Агузарова, один из первых своих ремиксов, который она сделала на «Чужие песни», это был ремикс на «Белые розы», причем в двух версиях, в русскоязычной, в англоязычной. Она это сделала, когда жила, правда, в Лос-Анджелесе, ей надо было как-то свой репертуар немножко актуализировать для выступления в ресторанах, и первое, что она сделала, она взяла песню «Белые розы», и сейчас этот кавер является культовым абсолютно кавером Жанны Агузаровой на «Белые розы», говорит о том, что, наверное, в этой песне что-то было, может быть, не на том уровне исполнения, который был бы желателен для группы, которая претендует на то, чтобы быть группой номер один, но тем не менее. Поэтому, вот да, это наглядное проявление, это наглядное проявление того, что, собственно говоря, о чем мы с вами говорили, вот о качестве отечественной попсы, российской попсы, начало новой эпохи, 90-е годы, конец 80-х годов, когда очень много рождалось и когда еще не были вот эти зерна отплевел отсоединены. Ну вот интересно, что с группой «Верх» происходит похожая история, как мне кажется, потому что я недавно общался со своей знакомой, у которой дочь только что закончила школу, и она как раз с интересом говорила о том, что дочь открыла для себя руки вверх и ей нравится, хотя, казалось бы, это совсем другое поколение. Можно ли говорить о том, что эти группы сейчас в какой-то степени переживают ренессанс, потому что Шатунов пытается вернуться на большую сцену или там предпринимает такие попытки руки вверх, в общем-то, достаточно востребованной остается? Ну, если бы Шатунов чуть активнее предпринимал эти усилия, наверное, у него получилось так же, как у «Рук вверх». Ну, просто на... Во-первых, здесь надо отдать должное Сереже Жукову, потому что, ну, просто человек прикладывает титаническое количество усилий, это раз, а это титаническое количество усилий, оно легло на такую некую волну ностальгическую, вполне естественную. Музыки 90-х и музыка 90-х в новом прочтении сейчас, помимо абсолютно каких-то новых жанров, которые появляются, помимо там вседовлеющего превосходства хип-хопа, рэпа и так далее, тем не менее, другой сегмент это вот такая... не то, что даже ностальгическая волна, а это именно музыка, которая по своим эмоциональным и творческим характеристикам очень напоминает вот этот тренд 90-х годов, она сейчас уже на новом качестве, безусловно, в новом, значительно лучшем исполнении продюсерстве, она становится очень актуальной, это целый тренд, это действительно так, и не только группа руки вверх, но если сейчас посмотрим там на какие-то новые, новых исполнителей, там начинают кем-соды, заканчивая там Дорой, и это все такая реминесценция и фантазии на тему музыки 90-х, сейчас вообще появилось новое поколение, новое поколение, как я их называю, новых эфир на нашей музыке, в нашей музыке, но это все-таки уже не 90-е, это начало нулевых, но тем не менее эмоционально, концептуально, по духу, это не то, что эти девушки, там, например, я не знаю, Саша Мусор, там, или Маяк, или Алена, Алена Швец, очень популярная сейчас, это такая, новые, новые, не дивы, но новые поп-рок фурии, которые появляются на сцене, они несут в себе эмоциональный тот заряд и музыкальный заряд, который вот характеризовал музыку 90-х и начало на любых годах, в какой-то степени это может быть желание как раз улучшить и, наконец, вот вернуть той музыке, которая получила вот это обидное прозвище попса из-за неумелого своего воплощения, все-таки насытить ее тем новым качеством и добавить того лоска, которого в 90-е или в начале нулевых еще не было, а сейчас, когда уже есть умение, есть образование, когда уже наработаны очень многие новые технологии, как-то все-таки ту музыку немножечко оборудить, ну и потом это естественный совершенно момент в том смысле, что эпоха географических открытий в музыке в общем-то закончилась именно в 90-е годы, наверное, последнее, что было изобретено нового в подаче в музыкальных стилях, это, наверное, была Нирвана с Гранжем, с тех пор так же, как в эпохе географических открытий, когда человечество открывало сперва планету, которую населяла Земля, было очень много неоткрытых территорий, в какой-то момент все территории были открыты, и они стали заселяться. Вот эпоха географических открытий в музыке в силу того, что, да, определенное количество нот, их не больше или не меньше, от 7 до 12 есть разные трактовки и версии, вот все, что можно было открыть, было открыто, началось заселение, и сейчас, помимо ничего по большому счету нового, в музыке уже не возникает, сейчас возникает некое новое осмысление трендов, которые были открыты, в том числе, в массовой музыке, там, начиная с 50-х годов, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, и вот такими волнами и такими кругами вспоминается то одно, то другое, то одно, то другое приобретает некую актуальность, потому что постоянно на рынок нужно выкидывать что-то новое, свежее, это очень похоже даже на то, что происходит в фэшн-индустрии, которая периодически тоже ходит по кругу и периодически повторяет те самые тренды, которые были когда-то обретены, начиная там от эпохи серебряного века и заканчивая маленьким черным платьем знаменитым от Шанель. Вот вопрос, который пришел от наших слушателей, спрашивают вас. Сейчас многие эфиры на Радио Болтком посвящены теме Нагорного Карабаха и тому, что происходит там. И мне попался вчера отрывок интервью Муслима Магомаева. Он, будучи азербайджанцем, исполнял песни композитора армянского происхождения Арно Бабаджани. Арняна, как на ваш взгляд культура и музыка это то, что объединяет эти народы? Ну, вы знаете, это опять же такие вот вопросы общие я очень не люблю, потому что что значит культура и музыка объединяет народы? Ну, в принципе, вообще культура и музыка объединяет народы, любые. Культура и музыка это то самое пространство, которое объединяет вообще глобальное человечество. И это, безусловно, Конечно. И когда возникают в истории человечества политические дрязги, войны, тем более, запылению, от этого страдает в том числе культура с искусством. Безусловно. И чем больше будет таких объединительных связей, тем лучше, безусловно. Конечно. И то, что Муслим Магомаев – великий, талантливейший, грозный артист, певец советских времен, и то, что они работали в тандеме, в коллаборации с Арнобом Джаняном, это, конечно, яркий пример того, что два народа, несмотря на все вот эти все, всю вот эту вот политическую, политический раздрай, который сейчас происходит, и войну, которая происходит, что, конечно, нет ничего невозможного. И все-таки мирное сосуществование, оно возможно, безусловно. Вот. А по-моему, это часто, к сожалению, разъединяет от музыки и творчества, которые объединяют. Но это какие-то прописные истины. Мы сейчас тут с вами поговорим. Еще вопрос, который пришел по WhatsApp. Насколько артисты, становясь инструментом в том или ином политическом процессе, делают это осознанно? Является ли это выбором или проявлением их гражданской позиции? Можно ли здесь что-то сказать? Можно здесь очень много чего сказать. И опять же, здесь нету вот, вы понимаете, тут нету единого знаменателя. Вот кто-то делает что-то осознанно. Как, например, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Оксимирон, Нойз МС, Вася Обломов, которые высказывают свою гражданскую позицию, в том числе в музыке. Не только в каких-то там публичных заявлениях, там, выйти, что-то сказать, отрефлексировать Египта Шевчук, но еще и творчество свое наполняют там какими-то памфлетами, манифестами, значит, изящными часто, иногда более прямолинейными. Значит, есть огромное количество мейнстримовых артистов, которые просто плывут по течению и исполняют любое, будучи зависимыми, как им кажется, или как они сами считают, или как они сами себя поставили в зависимость от власти. Власти, власть не самая лучшая, да, власть пытается все подмять под себя. Многие считают, ну что мы будем с этой властью? Раз власть такая, может быть, они бы и хотели что-то другое, какую-то другую позицию занимать. Но они понимают, что в наших, в российских условиях, например, это чревато. И многие во избежание всяких проблем, потому что закрыть могут в любой момент, кислород перекрыть могут в любой момент кому угодно и как угодно, значит, предпочитают не быть революционерами и действовать, и делать то, что от них требуют. И тогда власть использует вот таких податливых артистов в своих интересах, они начинают выполнять чью-то не самую, так скажем, приятную волю. Да, и терять свое лицо, как это случилось сейчас, знаменитым клипом и песней «Любимая моя» с цитатой из Ларшенко, в исполнении там целого российско-белорусского хора во главе с Филиппом Киркоровым и Николаем Пасковым. Люди могли этого не делать? Наверное, могли. А может быть и не могли не делать, потому что они сами себя поставили в своем, ну, в своем, не то что мироощущении, а сами себя так по жизни поставили, что вполне возможно, что им поступило предложение, от которого они не смогли отказаться. Ну, не хватило духу отказаться. Да, поэтому здесь все зависит, опять же, от артистов, а то, что власть использует и пытается максимально использовать массовый жанр, на который она в свое время как-то не очень обращала внимания, пока у нас еще были живые остатки свободы и демократии, там, в 90-е, даже первые половины нулевых годов, но со временем, как бы, с любого авторитарного диктаторского режима потихонечку от вот этого большого пирога свободы, который у нас в свое время был, отпусываясь по кусочку, по кусочку, по кусочку, и сперва казалось, что так массовой поп-музыки, например, музыкантов особо не касается, но вот в последнее время мы видим, что артистов очень даже касается, и очень многие артисты, они просто рекрутируются, рекрутируются властью в том смысле, что необходимо каким-то образом где-то, как бы, проявить верно подданничество, в случае, если это верно подданничество не будет проявлено, особенно это усилилось после 2014 года, после начала войны с Украиной, после оккупации Крыма, аннексии, то есть просто весь мейнстрим, он был поставлен попсовым мейнстрим перед необходимостью присоединить вот в верности вот этой идеи Крым-наш. И все, в общем, многие вынуждены были это делать, может быть, даже довязь, многие это сделали по искреннему, с какому-то своему убеждению, ну а те, у кого хватило духа и хватило совести, хватило внутреннего содержания, высказать против, высказаться против, не поддержать, как тот же Андрей Макаринович, да, и огромное количество проблем. Ну что ж, наше время, к сожалению, подошло к концу, спасибо вам большое за этот разговор, Артур Гаспарян, музыкальный журналист, был гостем программы «Абонент доступен сегодня». Спасибо, всего доброго и до свидания. Спасибо.